Всем привет и хорошего настроения. Я сейчас нахожусь на бульваре Троян. Недалеко от злосчастной Линеллы, как раз сзади этой Линеллы нахожусь. Дальше у нас аптека, остановка. Ну а здесь мы наблюдаем вот такое вот говномесиво. Давно я здесь не был на этой локации. Мы сегодня с Димой договорились здесь встретиться и провести рейд информативный. Но я наблюдаю здесь данный участок аллеи чистый. И нарушителей нету ни одного. Это к счастью и к удивлению моему, что здесь нету нарушителей. Это очень редко бывает, когда здесь нет машин. Но в данном случае меня удивляет вот это вот говномесиво. То есть другого нормального слова подходящего к объяснению данной вот хрени у меня нету. Именно говномесиво. Это говномесиво творят в основном кто? Большие грузы, которые сюда подъезжают к Линелле на разгрузку, погрузку. Как мы это видим. Заезжают они естественно либо через пешеходный переход сюда, либо вот сюда через тротуар. И здесь полный торшак творится. То есть говномесиво. Давно я здесь не был. Ситуация не изменилась в лучшую сторону. Хотя притура Буйкан, точнее извиняюсь, притура Ботаники, я оговорился, притура Ботаники, обещала, что после того, как они протянут здесь коммуникации подземные, будет данный тротуар отремонтирован и перекрыт. Так же самое, как и вот на этой стороне. Ой, работница Линеллы меня увидела, засмещалась и закрылась назад в магазин. Наверное, они кого-то ждут для разгрузки, погрузки. Да? Вот просто трешак этот полный. Но что больше всего меня удивило, противоположная сторона Троян. То есть от бульвара дачи до Гренобля, противоположная сторона Троян будет модернизирована полностью. То есть на всю длину Троян стоят контейнера, точнее поддоны стоят с плиткой тротуарной, с бордюрными камнями, то есть бордюрами. То есть вся Троян от дачи до Гренобля забита ими, да, как мы наблюдаем. Да неужели данный участок будет перекрыт после реконструкции? Потому что, как я говорю, вот там вот венок виден отсюда, там задавили насмерть мужчину на бусике грузовом. И что характерно, водитель бусика за недостатка факта преступления был освободен из-под стражи. Ему даже штраф не оформили. Вы понимаете, то есть он убил человека насмерть, а его отпустили, потому что у него были куметры. С хорошими связями. Вот такие вот дела у нас в Молдове утворятся. Ну, что радует это то, что Троян на противоположной стороне будет модернизировать. Вот когда власти-ботаники доберутся до этой стороны, до этой локации, в особенности вот к этой Линели, и наведут здесь порядок. Вот это другой вопрос. Хотя обещали они уже два года подряд, что модернизируем, модернизируем. Сошлись на том, что они сказали, что протянут коммуникации, и тротуар будет отремонтирован. Коммуникации протянули, асфальт сверху кинули, ну и забыли за тротуар этот. В общем, вот такой вот бардак. Также я еще поднимался на машине по Дечебал. Тоже глаза там радовали многими изменениями. Ну что ж, буду я ждать Диму. Я с ним договорился здесь встретиться. Вот такие вот дела. Всем привет! Я сейчас нахожусь на бульваре Дечебал. Это знаменитая локация, где ребята в СтопХам проводили рейды. А в Куб, СтопБ, в общем, вся эта компания. Я тут часто имел конфликты с нарушителями, да? И вот что мы наблюдаем. Притура Ботаники все-таки решила здесь модернизировать и сделать парковочные карманы. Да, вот здесь первый парковочный карман. И там вот другой парковочный карман. То есть вопрос уже решен. Но мы видим, вот у нас вот так вот съезжают через тротуар и заезжают на тротуар. Да, такие вот есть у нас лоськи. При этом у нас есть парковки. Ну, сделай кружочек, заедь на парковку и иди через переходный переход по правилам. Но этого у нас не происходит. А тут больше меня еще удивляет. Вот, стоит мужик. Дальше парковка свободная. Но он стоит на полосе движения. Вопрос. Сделайте нам парковки, блядь. Мы будем парковаться на парковках. Мы не будем больше нарушать правила дорожного движения. Вот и здесь вот тоже сделаны парковки ниже. Да, вот как мы наблюдаем. То есть есть модернизация, есть условия для того, чтобы люди парковались по правилам. Но у нас есть нарушители, которым просто наплевать. Это привычка уже какая-то непонятная, что им надо парковаться вот так вот по полосе движения. При этом парковка свободная. Сейчас мы его попросим заехать все-таки на парковку по правилам. Потому что она свободная. Как парковка есть либеры, есть либеры, есть либеры. Сын с локурки паркари. Вы паркат регламентарь дома ли? Его интеллект, его очептат с мунгаря. Да, это ну и нормал. Паркаря либеры. Да ешьте с мунгарей эндрум. В Катаре паркаре либеры. То есть парковка свободная. Но ему надо встать на полосе движения. Я просто офигею, блин. Вот нормально припарковался. В чем проблема? Выше еще парковка. Ниже парковка. Блин. Сделали здесь парковки на этом участке дичебал. Один хреном надо парковаться, как мудаки. Я просто удивляюсь с этого. Вот такой вот хотел сделать небольшой репортажик по этому поводу. Я здесь утром проходил. А вот у нас пешеходный переход. И вот смотрите на этого молодого оленя. А где у нас полиция, которая обещала будет оформлять пешеходов с нарушителей? Спустить 5 метров вниз и идти по пешеходному переходу? Нет. Реально. Спешить на кладбище походу молодой. Вот такой вот небольшой репортаж хотелось сделать. Неужели у нас притура ботаники начала заниматься модернизацией? Я просто удивлен этим. Есть еще и другие локации, где я хочу сделать репортаж, отснять. Где тоже произошли изменения. Вот это вот первая локация, где произошли изменения на дечебал. Ну и такой диалог у нас получился с владельцем бусика красного. Он еду ждет. Вот еще одна локация, модернизированная на ботанике. Сквер у памятника Сергея Лозо. Вот такие беседки сделаны красивые, летние, да? Вот там вот домики, где будут продаваться разные вкусняшки, ну и разные изделия, да? То есть так же произошла модернизация. В прошлом году ее начали и в этом году она должна быть завершена, если ее уже не завершили. То есть так же раньше здесь был хаос полный. Прямо на территории сквера парковались машины. Ну сейчас мы видим изменения. Просто уже я не буду переходить на ту сторону, фиксировать. Просто проходим мимо мы. Мы идем сейчас на улицу Рос. К знаменитой локации, где там тоже был постоянный хаос. Но там произошли так же изменения, как и здесь. То есть Дечибал на ботанике модернизируется. Как и обещали мне знакомые с дирекцией транспорта и с примари, что на ботанике Дечибал будет модернизироваться так же, как и бульвар Дача. Ну все это происходит. Кто эти знакомые, не важно. Я их не афиширую. Но во всяком случае, информация я владею очень хорошей. Так что вот такие вот дела. Если раньше здесь были машины, сейчас мы этого не наблюдаем. Что я могу сказать? Респект властям. Хоть они это делают не с охотой, но все-таки модернизируется город постепенно. Это вот вторая локация, которую я хотел вам показать. На ботанике бульвар Дечибал. Вот еще хотел здесь отснять. Вот здесь вот будет сделана парковка. Сейчас она еще не организована. Здесь еще есть грязь. Ну обещали здесь именно сделать покрытие либо асфальтовое, либо установить брусчатку толстую, специальную для, не пешеходового, а для грузомашин. Что здесь будет, я не знаю какое покрытие, но во всяком случае здесь вот будет сделана парковка импровизированная такая и заездом со двора. Ну и тротуар здесь тоже изменился. Ну и вот мы идем дальше, да. Если раньше машины здесь парковались на тротуаре и ездили по тротуару, это уже у нас Дечибал-Рос. Это бывшая искра уничтоженная. Стройка уже больше 20 лет заброшена, нахрен никому не нужная. И никто не хочет ее делать. Хотя здесь можно было сделать какой-то развлекательный центр для молодежи. Но почему-то все забито. Так вот, мы наблюдаем, что здесь. Брусчатка тротуарная, новая. Ну и сделан парковочный карман. Неужели, блин? Вот парковка сделана. И с проходами с парковки на тротуар. А здесь будут посажена трава. Как я понимаю, да. Ну вот парковка сделана. Вот водитель-то BMW встал сразу на два места. Мог он припарковаться нормально, чтобы две машины там заехали. Но, увы, у нас здесь тоже есть такие люди. И здесь пока у нас такое вот месиво, грязи. Да, но при потеплении начнется здесь также модернизация. Здесь у нас вот так вот встали на выезде молодой человек. Что очень нехорошо. Молодой человек, а вот парковка чуть ниже свободные места. Можете встать? Вы встали на выезде. Очень нехорошо. Так вот парковка свободные места. Аж два места там свободных. Да, фиксирую, представляете. И парковка при этом свободная. Вот, ниже проедьте, заедьте на парковку. Вот даже знаки для вас стоят, специально сделаны. Здесь все так паркуются. Я понимаю, все будут прыгать вниз головой, мы тоже так будем прыгать. Я удивлен с этого. Вот это вот другая локация, которую я хотел вам показать. Что здесь также произошла модернизация. Ну, а мы сейчас пойдем ниже по Дичебал. Там тоже у нас идет модернизация. Да, вот маневры у него какие-то непонятные у владельца. Ну, вот же парковка свободная. Я просто удивлен в снег. Здесь все так паркуются. Ну, да, на выезде, ничего страшного. Ну, парковка у нас есть, места свободные. Да, не очень много мест на 10 машин, грубо говоря. Но она есть, что уже хорошо. Вот, что я и говорил. Также бульвар Дичебал. Искра убитая. Ну, и дальше мы наблюдаем новый тротуар. Если раньше здесь также парковались машины, то здесь, я смотрю, офигительно сделано все. Вот там остается только установить полусферы, чтобы сюда больше не заезжали машины и не гробили этот тротуар новый, который был сделан недавно. А они же происходят в модернизации. Вот, пешеходный переход, урны стоят по бокам. Их бы лучше поставили по центру, чтобы машины не имели сюда возможности заезжать. Потому что это вот прямое приглашение. Заедьте, пожалуйста, на новый тротуар. Мы просто хотим этого. То есть у нас тротуары модернизируются, но их сразу не ограничивают. Вот еще здесь песок не убранный. Потому что забивали швы между плиткой. Да, то есть есть модернизация, что уже хорошо. Но вот почему у нас пешеходный переход не оградили полусферами, чтобы сюда не заезжали долбанаты, а они сюда будут заезжать, это уже к бабке не ходи, гадалки. Потому что были многие локации, где модернизировали тротуары, но их не огораживали от заезда транспортных средств. И туда по-любому заезжали машины. И очень было много скандалов, кипишев, наездов на активистов. На меня машины наезжали даже в наглую. Но я от этого не страдал никак. Потому что я не из тех, кого можно так чисто сломать быстро. Вот мы наблюдаем, здесь еще техника стоит у нас, которая также производит модернизацию. Здесь, как я понимаю, это, как мне говорили, я интересовался, здесь должна быть парковка организована. Ну и остановка. Будет ли здесь парковка сделана или не будет, я ничего не могу сказать определенного. Но разговоры есть по этому поводу, чтобы здесь сделать парковочные карманы. То есть и локация позволяет. Но будет ли здесь парковка, это еще под вопросом. Ну, во всяком случае, есть разговор по этому поводу. Чтобы здесь именно сделать заезд на машин 10. А здесь уже будет остановка. Здесь также будет тоже покрытие. Это меняться будет, установлена брусчатка, как вот там вот дальше. Будет модернизирована остановка, вот это вот такая непонятная, без покрытий. Вот как мы наблюдаем, происходит модернизация бульвара Дечибал. Вот еще здесь песок неубранный. То есть все нормально. Ботаника приходит в чувства. Вот что еще здесь, смотрите. Вот здесь, как я и говорил, чуть выше, возле остановки. Здесь хотят сделать и парковку, и разграничения для остановки общественного транспорта. И вот смотрите, как здесь очень красиво и удобно делали на Ботанике. То есть подземный переход не перекрывается машинами. И здесь до подземного перехода, входа в подземный переход, более 5 метров. Ну и парковка, и остановка дальше будет. То есть все нормально. Почему на Рыжкановке, пред Рыжкановке ничего не предпринимают по этому поводу, это уже другой вопрос. Да, есть там изменения и на Рыжкановке, и на Киевской, и на Московском. Но пока здесь это все хромает. Ну а здесь мы смотрим, где Дечибал модернизируется. Что очень хорошо. Вот новые бордюры. Ну и плитка. В общем, все окей. Здесь будет газон сделан. Вот, есть разделение. Там будет маленький тротуарчик такой проходной. Ну а здесь будет газон у нас сделан. И вот так вот Дечибал идет аж прямо до круга к ЖД вокзалу. То есть до Дома культуры железнодорожников. Происходит модернизация. Это все началось в прошлом году делаться. Надеюсь, что в этом году это все будет завершено. И не будет этого бардака уже. Ну, в всяком случае, все красиво делается. Вот мы сейчас находимся возле Джамбы. Здесь тоже так же стоит техника. Так же плитка меняется. Будут газоны сделаны. Надеюсь, что тротуары будут у нас огорожены полусферами, чтобы на них не заезжали. Если вы помните ранее, здесь вот на тротуарах парковались машины. Сейчас мы наблюдаем, что тротуар отремонтирован. И здесь у нас сделаны газоны. То есть будет озеленение. Но я не удивлюсь, если найдутся у нас долбонаты, которые будут заезжать через пешеходные переходы между заездами. Да, и будут качать права, сделайте нам парковки. Как у нас это обычно бывает. Ну, как я ранее показывал, на дичебал парковка свободна. Водитель на бусике стоит на полосе движения. Говорит, я иду, жду. Но при этом мог бы заехать и на парковку, не создавать помех для движения. Ну, а здесь мы наблюдаем красота. Вот так же вот у нас и на той стороне происходит модернизация. Модернизация, да? Кто знает, что там раньше находилась больница туберкулезная? Знаешь об этом? Находилась раньше там туберкулезная больница. И вот я смотрю, там ступеньки будут меняться полностью, что уже очень хорошо. Ну, а они же, мы наблюдаем, тротуарной брусчатки нету. То есть она отсутствует. То есть начали идти сверху от дачи, модернизировать эту часть для дичебала. Ну, до низу еще они не добрались. Ну, надеюсь, что в этом году будет все завершено. И будет завезена земля сюда, будет посажена трава. Ну, а там, вот как я и говорил, модернизируются ступеньки, что уже хорошо. Будет освещение сделано. В общем, красота. Да, это вот временное неудобство для пешеходов. Но это вынужденные меры, потому что надо делать. А вот здесь вот что у нас будет, я так и не понял, этот заезд или что? Или будет пешеходный переход здесь организованный? Наверное, будет пешеходный переход соединяться именно с этими ступенями. Чтобы здесь был заезд, ну, мне, там, навряд ли, но пешеходный переход именно точно здесь будет. Вот такие вот дела. А вот у нас, видите, идут люди по пешеходному переходу. Но он уже, если бы не знаки, то там было бы непонятно, что это пешеходный переход, потому что разметка стертая. Но это, скорее всего, что будет пешеходный переход перенесен именно от заезда сюда. Да, вот. Там пешеходный переход будет перенесен сюда. Что очень удобно, да. Что очень будет именно нормально. Что это даже хорошо. Ну, а мы спускаемся дальше. Сейчас я вам дальше покажу, какие раньше здесь были бордюры. Просто такие огроменные, что просто офигеть. Вот. Полиция кому-то просигналила. Кого-то хочет догнать и остановить. Походу... А, внедорожник хотят остановить. Или же они куда? А, нет. Они просто едут на вызов куда-то, поэтому внедорожника попросили свалить в сторону. Да. Видишь, как тут было? Да. Здесь раньше была парковка, но ее больше не будет. Здесь будет тротуар. И парковку, походу, сделают с заездом с проезжей части. Что тоже очень хорошо. Я говорил, пока мы здесь не произведут изменения, здесь будет бардак. Вот. Парковка с заездом с проезжей части, ну и парковка с заездом через тротуар и на тротуаре. Но здесь скоро будет также изменения. Парковка будет только с заездом с проезжей части, а тротуар будет огорожен. Что я могу сказать? Здесь еще асфальтовое покрытие не снято. А вот дальше у дома культуры железнодорожников, там вообще тоже идет изменение очень хорошее. Сейчас мы и туда подойдем. Ну а здесь, как мы наблюдаем, пока есть бардак. Но скоро этот бардак будет убран. Я так надеюсь. Сейчас мы спустились к дому культуры железнодорожников. Вот у нас пешеходы прошли мимо пешеходного перехода, ниже Джамбо. И прибежали здесь в дорогу не положено на месте. Я просто хренею с этих пешеходов, блин. А вот здесь вот, я как и говорил, вот у нас такие вот бордюры здесь мощные, гранитные, да? Это и времен Советского Союза. И сравните вот эти вот бордюры, да? Конечно, это не дорожные бордюры, это бордюры, которые разграничивают газоны от тротуара. Но во всяком случае, вот бордюр гранитный и бордюр такой. И вот смотрим. Здесь тоже, видите, будет модернизация полная. То есть, ботаника меняется. А сейчас я вам, как и говорил ранее, покажу вам бордюры времен Советского Союза. Гранитные. Которые были деланы на века. Не на просто года, а на века. Такой бордюр машине сломать очень тяжело. Вот они, эти бордюры времен Советского Союза. И как вы думаете, такой бордюр машина сможет сломать, когда будет заезжать на них? Я думаю, что нет. Будет очень большая проблема. Вот почему эти бордюры дальше не использовать времен Союза? Они же еще хорошие. Вот представляете, какой бордюрчик, блин. Просто офигеть. И вот там дальше куча бордюров, которые будут сняты и будет установлена фигня. Которая, блин, от легковушек крошится и ломается, блин. Вот я просто офигею, блин. Вот, видите, здесь идет прорез. Здесь тоже будет покрытие меняться. И вот здесь другая куча бордюров, да? Вот смотрите, бордюры сравните сейчас. Бордюр времен Союза и бордюры сейчас современные. Как вы думаете, разница есть между ними? Очень огромная. Вот, это тоже бордюр еще Советского Союза, бетонный. Но сравните его сейчас с этими современными, либо вот с этими, ну, это трамвай и троллейбус. Два разных вида транспорта. Да, и будут, я смотрю, их тут восстанавливают на место, просто их перекладывают, поднимают выше, что уже очень хорошо. Вот еще куча бордюров, представляете, да? И здесь будет новое покрытие, что уже просто супер, супер. Дичибал на Ботанике будет модернизирован. Вот такой вот небольшой репортаж я хотела снять по поводу Ботаники. Дичибал. Ну, респект претеру, ботанике, ну и респект примару города. Хоть через раз, через не хочу, но они все-таки это все модернизируют. Что я мог сказать? Красота скоро здесь будет.